Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 897. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет, Эфесянам 5.16, дорожа временем, потому что дни лукавы. Он говорит, время – деньги. Деньги и время не равны. Время никто не может вернуть, а деньги возвращают за 31 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Как эпиграф, повторяю, потому что все вопросы о жене и тебя, обо всем таком. Ответ один. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как нерадующиеся. И покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Я два выражения тут беру, показываю еще раз. Златоуст говорит, все, что вы считаете, присваивайте. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. А ты должен сказать, вот агнец Божий, который берет на себя мой грех, мой. Тогда я участник этого события. А что пользы? Мир спасешь, а души повредишь. Весь мир приобретешь. Какая польза? И вот кавычки открыты. Каждый прочитай и посмотри, что к нему это относится. И здесь, из этого. Я его по пунктам разбил, по строчкам. Что говорится? Что Сергий Строгородский говорит, а имитар Тарабище. Два. Всего два человека. «Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судьи пророков, то есть сравнение дается согласно Библии, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные». Значит, вопрос, моменты чрезвычайные или нет? Сегодня положение церкви православной просто аховое. Священники что попало делают? Не крестят, песком надо им. Деньги, деньги и деньги. Не можете служить Богу и мамону? Нет. О Боге даже и разговора нет. Винсы не надевают, эпитемии нету, каноны попраны, отброшены, книга правил просто под ногами валяются. За что она? Поют, радуются. О чем поют, когда плакать надо? Горе смеющимся ныне. Разные пяти римы, каких только не смотришь. Фути. Я помню чудное мгновение перед мной явилось. Ты монах, поет перед людьми. В этом моменте чрезвычайное. Он обычно, Он, Бог, посылает людей исключительной, это пишет митрополит Сергий, сам-то в таких обстоятельствах был, благодатной одаренности. Как понять? По каким признакам? Как бы пророков, впереди говорил древний ему Израиль, посылает судьи пророков, как бы пророков, сильных духом и верою. Это, кажется, что значит сильный духом? Значит, от одного слова в обморок не падает. Сегодня только скажи слово, и нету. Не имея официального назначения, то есть это не церковники, у которых всё назначение, вплоть до последней уборщицы, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы. Масса, смотрим, толпа, и вдруг выдвигаются оттуда. И становятся предводителями других, то есть их не ставили, никакой бумаги на это нет. Но это предводительство не имеет официального характера, то есть официально отличается от того, что даётся этим людям. Не является установленным в церкви должностью. Значит, устанавливали, искали, избирали патриарха, а всё это в стороне оказалось. Вдруг ни патриархов, ни папу, ни митрополитов, ни кардиналов. Не является установленной в церкви должностью. И не всегда держится служебных рамок. То есть какой-то порядок, по порядку. Вот выходит такой порядок Бог, потом священство, потом миряне. Всё лживые слова. Нигде этого нет. Насчастующее строгий спрос будет. Более. И не всегда держится служебных рамок. То есть они этой рамки есть, в ней берут. А кто тебя разрешил? А где у вас разрешение? Под каким епископом вы? Всё по боку в этот момент. Ни епископов, ни патриархов нет. А кто-то отдельно выдвигается Богом. Это чрезвычайное обстоятельство. Как и всякое пророчество. Третий раз о пророчестве говорит. Оно есть личный подвиг таких людей. Дело их личной, повторяет несколько раз. Внутренней духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Ни документов у них, ничего нет. Что это за люди? Не надо тут упрёки какие-то делать. Просто мне разъясните, о чём речь идёт. И назовите людей, которые вот именно входят в эти рамки. Присваивают. Кавычки закрыты. Митрополит Сергий Строгородский. Второе. Митар Тарабич говорит. Ну, это ещё Первая мировая война. Митаром в народе, то есть не в синоде, не в претендентах депутата, живущем далеко на севере, то есть не в Израиле, а там, где холода, на севере, появится маленький человек. Чем он маленький? Ростом. Ну, явно дело не знаниями, потому что выдвигается, без знаний не выдвинется. Который станет учить людей любви и сочувствию. Понимаете, третий пункт. Нужно найти, чтобы в народе он был, то есть из народа ничего больше нет, не должности. На севере маленький будет учить людей любви и сочувствия. Но вокруг него будет много лицемеров. Будут ругать там, подсказывать, и сами ничего не понимая. Вот у нас сейчас у Никиты уехал. А, вот таких нанимают они. Он дом построил, теперь отнял. Он гвоздя там не забил, ему дом подарен был, поясняю. Ну, лживые, лживые. То есть бесенята какие-то. И руководят ими священники. Священники, прямо ДС, не буду называть, умирают. Взламывают, чтобы про них плохо не сказали. Вообще ужас какой. Но вокруг него, вокруг, со всех сторон будут. И близкие, и дальние. Поэтому ему будет очень трудно. Вот найдите мне человека, чтобы он вот то, что там говорится, и здесь вошел. Мне почему-то присылают, все говорят, это о вас, говорит. Ну, так ли это? Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. А благодать, благодать, они этого не знают. Лживые миссионерские отделы построили. Миссионерские отделы нельзя построить. Это дьявол обманывает. Ведь ангела света принимает. Почему? Это труд Духа Святого. По двое посылает Господь. Двенадцать апостолов по двое. Избрал семьдесят по двое. Кирилл Мефодий по двое. Везде по двое. А здесь зарплата получает, какие-то статьи будут писать, нападать на кого-то. Ну, фальшь стопроцентная. Я не конкретно кому-то говорю. Ну, тут написано. Но, вот, допустим, вы нашли кто-то. Теперь от того человека останутся мудрые книги. Книги можно написать. Много пишут. Но, что были мудрые. И восьмой пункт. И все сказанные им слова в книгах, проповедях. И позднее люди увидят, что обманывали себя. Я говорю, будьте очень внимательны. Не посмотрите. Где-то кого-то Господь выдвигает. Вот это предводительство не имеет. Вот все, чтобы сошлось. Найдите таких людей. И тогда скажут, что это от Бога. Ну, и к этому добавляю еще немножко. Из священного Писания на это нападает. Сегодня только скажешь. Ой, вы сказали я. Это похвальба. Ну, как если... Я говорю, я там был, увидел. А, я. Боятся буквы я. Я последняя букву. Ну, кому? В славянском языке азана первая как раз. Первое Коринфянам 15.10. Но благодатью Божию. Это... Вот она, где благодать-то Божия-то проявляется. Вон там, говорит, благодатной особой одаренности. Есть им то, что есть. И благодать его во мне не была отщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем. А благодать Божия, которая со мною. Ну, Павлу-то сказал. Тоже его говорили, и там поносили его. Он знал, это благодать все делает. Человеку это невозможно сделать. Второе Коринфянам 10.12.16. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно». То есть, еретики или в церкви, все это понабито вот такими. Они ничего не имеют. Только нападают где-то под чужими роликами, что-то надо сказать, поносить, ругаются скверны. «А мы не без меры хвалиться будем». То есть, разрешается хвалиться. Но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Достигнуть проповедью. Проповедью. «Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым». То есть, проповедью, разговором. «Мы не без меры хвалимся». «Хвалимся» – слово стоит. «Хвалимся себя. Не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас в удел наш». То есть, если будете принимать то, что Павел говорит, то, значит, Павел у вас больше и больше вселяется. «Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, и не хвалиться готовым в чужом уделе». Вот у нас, нет, вот один пишет, и сразу, чтобы тайно никто не знал, на нас к архиерея там поднялся. «Скажите, а у вас там можно какую-то общину найти, чтобы там был я священником?» Я говорю, «Так ты создай её». То есть, дайте ему общину, он приедет и будет здесь жить. «Да не знаю, она и не твоя община». 2 Коринфима 11, 23, 30. «Христовы служители в безумии говорю, я больше». Ну, как о самом «я». Давайте посчитаем, сколько раз говорит он «я». Яколка какой. «Я больше». Ну, действительно, когда соответствует. «Я» гораздо более был в трудах. Кто? «Я». «Я» безмерно в ранах. Более в темницах. Ну, в темницах-то, ну, кто был-то, где? В каких темницах-то, где? В погреб, за квасом лазил. И многократно при смерти. Где при смерти? Пьяный валялся, не замёрз. От иудеев. Пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. «Где вас били?» Покажите, руки, ноги, кости переломанные. Три раза меня били палками. Одна же камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Покажите, где? Ночь и день пробыл в огне морской. Покажите, где? Много раз был в путешествиях. Ну, покажите, какие путешествия. В опасностях на реках. Значит, надо на реках плыть где-то. В опасностях от разбойников. Надо попасть им. В опасностях от иноплеменников. Ну, и русские, так понимать. Покажите, где нападают. За дело, за дело. В опасностях от язычников. В опасностях в городе. В опасностях в пустыне. В опасностях на море. В опасностях лжебратьями. А лжебратья-то где? Ну, ясно, что эта вещь идет о церковном. Это не где-то там в комитетах. Покажите, где? В труде и вознурении. Часто в бдении. То есть, чтобы мало спали. В голоде и жажде. Часто в посте. На стуже. И в ноготе. Ну, покажите, где. Кроме посторонних приключений. Посторонние. У меня ежедневно стещение людей. Забота о всех церквах. Кто изнемогает, тем бы я не изнемогал. Кто соблазняется за кубы. Я не воспламенялся. То есть, не безразлично. Идти, идти, сидит. А чтобы сказал, чувствовал, что-то огонь горит. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. 2 Коринфянам 12, 11. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к этому принудили. Вам бы надлежало хвалить меня. Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и ничто. 2 Коринфянам 3, 5. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя. Как бы от себя. Но способность наша от Бога. Покажите, где, у кого. Я хочу с ними познакомиться, с этими людьми. Вот что просчитал Сергий Острогородского, Тарабища. Что Павел говорит. Это я показал здесь, пересчитал. Более 30, где-то 5 разных параметров соответствовать надо. И это только здесь. А там еще сколько. То есть это около полсотни уже, наверное. По этим параметрам. Мне нужно познакомиться с таким человеком. Поучиться у него. Наталья. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Пишет вам Наталья. 35 лет. Игнатий, если у вас найдется время, можете ли ответить на вопрос? Можно по электронной почте или по скайпу, как вам удобно. Нет времени, так же пойму. Вы правильно беспокоитесь и ревностно подходите к воспитанию детей. Я несколько лет размышляла над воспитанием моего на данный момент 11-летнего сына. О том, как бы правильно его сердцем засыпать в православие. Самая, можно сказать, самоучка. Я слушаю отцов церкви и ваши проповеди. Но хочу не просто слушать, а и жить по-христиански, чем на данный момент не могу похвастаться. Падаю, подымаюсь. Как говорил апостол Павел, делай не то, что хочу. Я прожила более 11 лет в Европе, Швеция. И пришла к выводу, что не к тому я стремилась. Обеспеченность, социализм, обеспеченность. Это неплохо, но я не зверь, чтобы только наполнять чрево. Муж – католик с Колумбии. Вот мы купили домик в деревне в Центральной Украине, рядом возле моих родителей. Перевозим помаленьку вещи, купили земли 6 гектаров, чтобы было на что прожить. На земле сына воспитывать, да и лошадь на что-то держать. Я так раскинула и поняла, что в Свеции будет тяжело не принять печать на лоб. Надо только будет помирать, а на Украине легче будет продержаться, хотя и националисты дадут о себе знать. А самое главное в Швеции у меня сын в квартире в тепличных условиях и так воспитан, но надо это дело менять. Труд и молитва, помощники в воспитании. Но какой труд в квартире? Для меня важно понять, правильно я делаю. На Украине не так все просто, но куда ехать? Мать моя, смотрю, не очень хочет, чтобы я на Украину возвращалась. Отец, который держал всю жизнь и огороды, и скотину, как бы не то, что отговаривает. Но оптимизма, смотрю, особого нет. Может, думает, что не потянем. Мама хочет, чтобы Роберт Ростислав по крещению получил хорошее образование в Швеции. А я смотрю, что это так званая самая лучшая школа в Гетеборге. Занимает много времени, дает какие-то минимальные знания, но скорее развращает, нежели вводит в образ Божий. Единственный плюс – несколько языков знает там. Скажите, мы на правильном пути? Из-за книги хотелось спросить толкование, гулак и так далее. У вас только в печатной версии? Или такая информация есть и в электронной версии? Вы как-то с Никитой говорили, что какой-то 26-й твом очень ценный. Скажите, о чем он? Спаси Господи. Заранее благодарна. Ну вот, что сказать? Здесь я могу ответить по частям, по книгам. Книги все в электронной версии. Как в электронной? Скачать можно. А начитанных их нету. А есть архипелаг, гулак и Библия. Ну и много там проповедей, жития святых. Моим голосом около 50 книг насчитано. 26-й том очень ценный. Это я вел занятия в университетах. Ну и говорю, вот этот месяц я буду вам отвечать, как всегда, по Библии. Но примеры приводить буду из жития святых по 12 томам Дмитрия Ростовского. 1673 биографии. Именно какой момент? Вот о чем речь? А потом говорю, вот теперь я буду месяц отвечать также по Библии, по святым отцам. Но на каждый вопрос буду отвечать еще и 6 поэтов России за 300 лет. 300 поэтов за 300 лет. Ну, серьезный очень труд. Очень серьезный. И вот это в 26 томе. Там поэты, все писатели, их видно. Вот так, в печатной версии. Что тут еще не ответил? Куда вам ехать? Если бы были рядом, и муж верующий, то могли бы попроситься к нам в деревню. Тут все верующие. Лучшего воспитания для детей, чем у нас нельзя найти. Все учителя, все православные. Все верующие. А католик, но он мог принять православие, католик, это тоже от него зависит. Ну, вот так. А тут из Германии. Вчера позвонил Евгений. Ну, и о книгах завел речь. Как? Я говорю, Евгений, через Вестон-Юнион. Там вам скажут коды из 10 цифр. Посылайте только сегодня. Потому что завтра рано утром я уезжаю в деревню до 10 октября. Поэтому напишите обратно и свой адрес там. И послать не на меня, а на получателя Капустины Татьяну Кузьминичну. И она тут по номеру и по паспорту получит и мне перешлет. Сделать это нужно быстро или ждать до 10 октября. Свой точный адрес тут напишите, телефон. Он написал. И вдруг у меня это по моему миру переписываемся. Заблокировано предположение, что вас взломали. Ничего нигде не взломано, не знаю. Вот такие-то цифры кривые. Все утро, я уже не знаю, ну раз в 20-то, наверное, заложил. Номер набрать, код набирают, цифры одинаково сбрасывают. Нет, не так. Ну, как будто кто-то играет. Ну, как не так. Ну, один раз не так, два не так. Ну, все время не так. Не запускает на свой ресурс. А у нас там 21 тысяча фотографий, 10 тысяч, почти 10 тысяч там видео наших. Это я с Ютуба перетаскиваю туда. И вся почта там. И вдруг, не могу ответить, вот это написал, послал. Он, может быть, сейчас посылает мне. Нету ничего. Ну, показать наши ресурсы. Вот он, наш. Восстановите доступ. Вот эти кривые буквы. Тут я набираю свой телефон, набираю. Не вижу код. Ну, как не видит код? Куда-то надо нажать. Не вижу код. Вот это переменяет он его. Понятно. Ну, вот сюда код с картинки. Посылаю. Нет, не дает и все. А потом нужно... Они дают на телефон. Вот так вот, на этот мой. И код этот я должен им туда скинуть. Я скидываю. Нет, не тот. Ну, как не тот. Ну, один раз не тот. Ну, не 20 раз не тот. А всего 6 цифр там. Ну, где-то тут кривые буквы, можно ошибиться. Ну, что-то непонятное. Жду сейчас еще рановато. Программисты проснутся. Позвоню им. Вот так получилось сегодня. Вот. Почта. Вот, видишь, это мой мир. Вот пытаясь каким-то путем. Нет, не обманешь. Вот, открой мой мир. Ну, дальше что у нас? Форум. Форум, по милости Божьей, стоит легко. И вот показываю. Православный видеоканал. Открытым оком в Осетии Библии. Очень большой канал. Одиннадцать тысяч двести шестьдесят видеороликов. Ну, тут показано. Верить, говорят, верить нельзя этим цифрам. Но как, о чему тогда верить, не знаю. Девятнадцать тысяч девятьсот девятнадцать подписчиков. Дескать, это не точные цифры. И просмотров. Девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести двадцать семь. Прошлый день опять шел у нас дождь. Дождь попутно сказать. Как проехать потеряевку теперь? Не знаю. Ну, просто не знаю. Вот наш во свете Библии. Православный библейский сайт. Очень сильный. И вот можем здесь посмотреть. Тринадцатый номер я по детям сейчас. Не подготовил заранее. Вот так открываю. Вот. И вот посмотрим маленько. Отсюда возьмем. А что это такое? Непонятно. Это что, не тот открыл? Тринадцатый. Дети. Ага. Правильно, не тот открыл. Вопрос 2712. Двенадцатый том открытым оком. Могут ли монахи дать дельные советы воспитания детей? Ответ. Они-то и дали самые дельные советы. Говорю не о всех, а об истинных служителях Божиих. Кавычки открыты. Родители наших детей нередко жалуются на безрелигиозность детей больших и малых, на нежелание их молиться, на их малую верность преданиям церкви и даже самим основам церкви. Это у меня записки поступают. Я отвечаю, в университете. Не любят храмы, смеются над святыней. Несомненно, все это есть. Но вот серьезный вопрос. А одни ли дети виноваты в таком отношении к религии, что в семьях мирских, интеллигентных, дети вырастают в сущности язычниками? Это понятно. Там родители, даже если они сами хранят остатки веры, они не умеют и не считают нужным выявлять свое религиозное чувство. Да и проявляется оно в них только при чрезвычайных случаях. Их дети несчастны. У них не останется в памяти молящейся матери. Не будет воспоминаний о церковных службах под великие праздники. Не будет потребности соединить понятия о празднике с религиозным подъемом. Им незнакомо чувство того восторга и уныния, какое охватывают родители в минуты глубокой искренней молитвы. Эти дети обкрадены душевно. У них навсегда отнята величайшая радость веры и движущая сила надежды. Еще более нечего говорить о семьях, где ярко подчеркивается полное глумление над верой и уставами церкви, над христовым ликом и его святыми заветами. Где в таких семьях вырасти вере живой и животворящей? Но вот семья религиозная, набожная, любящая храм. И все-таки дети не хотят веры. Тяготятся ее обязанностями, не чувствуют ее силы. Почему? Я когда-то уже говорил о религиозном воспитании и его требованиях и методах. Не хочу повторяться. Теперь скажу немногое. Вот почему у детей устанавливаются те наивно простые и доверящие отношения к Богу, какие уже немыслимы ни в какую другую пору жизни. Выражением этих отношений служит молитва. Если молитва состоит из хвалы, прошения и благодарения, то первый элемент у детей совершенно отсутствует, так как он представляет достояние более развитого религиозного сознания. Это хвалы, прошения и благодарения. Третий элемент довольно слаб. Основу детской молитвы составляет прошение или, лучше сказать, просьба. Вот видите, как подробно об этом все говорится. Надо в конце посмотреть, что тут говорится. Откуда это взято? Это я не знаю где. Это пишет епископ Михаил Старообрядческая мысль, 1915 год, страницы 226 и 237. Ого-го! Вот это вопрос. Молиться для детей значит просить и только изредка благодарить. Прислушайтесь к молитве детского возраста, запомните, вспомните свое собственное детство, и перед вами развернется любопытная картина психического настроения. Дети с полной верой в возможность исполнения просят молитвы о таких вещах, о каких, например, молился маленький Ертеньев, чтобы Бог дал счастье всем, чтобы все были довольны, и чтобы завтра была хорошая погода для гуляния. Молятся об игрушке, о новом удовольствии, о всем, кто близко, кончая куклой. И эта наивная молитва сопровождается чувством глубокой любящей веры. Это не колеблющаяся и сомневающаяся вера взрослого, неразрывно связанная с тревогой и боязнью. Это твердая уверенность, уже заранее дающая радостное удовлетворение. И даже в том случае, а такие случаи, конечно, очень часты, если выраженное в молитве желание маленького человека не исполнится, это нисколько не нарушает гармонию его религиозного сознания. Это так сегодня, думает ребенка, ну а завтра непременно пришлет мне то, о чем я прошу, попрошу. И какое удовлетворение дает душе их молитва. После молитвы, говорит Толстой Уса Мертенева, завернешься, бывало, в одеяльце, там душе легко, светло и отрадно. Одни мечты гонят другие, но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Дети живут в теплоте Богообщения. К детям прилетает ангел-утешитель, с улыбкой утирает их слезы, навевает святые грезы неиспорченному детскому воображению. Дети знают, что около них всегда находится Всеблагой и Всемогущий Бог, Который любит их и готов исполнять все их желания. Все, о чем не попросишь, какая радость в этом успокоительном сознании – прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства. И этот охват религиозным чувством является для детей источником глубокой радости. Они испытывают положительное наслаждение благодаря религиозным эмоциям, состоящим из сладостного волнения, неясности и любви, направленных на объекты сверхчувственного мира. В этом их огромные преимущества перед взрослыми. Эти последние слишком редко испытывают эмоции религиозной радости и умиления. Тогда как у детей она является обычной. Матфея 11, 25. Иисус сказал «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Как вот здесь сделать, чтобы мы могли прочитать-то сами? Ну вот я так просмотрю, вот так вот проведу сейчас. Затормозите и прочитайте. Очень хорошая статья. Просто времени нету. Статья большая. Очень талантливо написано. Вот так. Как бывает с детьми, обращаются. Ну вот это я сказал, а потом я даю здесь. И стихотворение. Хвалить ребенка чаще предлагают. Психологи и нянечки, затем учителя. Но без замечаний дыр не залатают. Такие при походке обречены вихлять. А похвалав глаза укуса злой змеи, хотя и слышится от бабушки любимой, нам Библия советует репертуар сменить. С непослушанием дитятки отнюдь не спать во днимку. Что сделал хорошо достойные хвалы, так и скажи, что он обязан это сделать. В рот умиленно, деточкам, не суйте ком халвы, как жестко спать придется тому, кто мягко стелит. Учите одобрение, искать в словах Писания, что хвалит Бог. Возвышенно об этом рассуждайте. Старичный плод получите, трудитесь неустанно, что Бог дает нам даром, явите без утайки. Смирение, целомудрие, молчание, возвысьте. Из девочки в девицу стыдливость перейдет. Записывать не надо, лаская словно киску. Вам вырастет из котика ночной блудливый кот. Примерами из древности расшевелите совесть. Угрозой адских мук гасите пламень похоти. На истинном фундаменте из золота построить, иначе мне вас жаль, уже сегодня похайте. Старайтесь не хвалиться, а вместе помолиться. Благодарите искренно, что сохранил Господь. Учите на учет, иначе ждут в милиции. Придется вам венец позора и хлопот. Учить детей сохранность их подвигом ведите. Успеть противостать нахальным пустословам. Переносить спокойно пустяшные обиды. И покажите им многое не вечно и условно. Хвалящиеся пусть хвалятся, что знает Иисуса. Достигнут похвалы, что верен Жизнодавцу. Тот в вечности трапезу с искупленными вкусит. Похвал земных не ждал, и им в полон не сдался. 5 апреля 2005 года. Все на этом.